Проезд в автобусах снова подорожает. Вслед за коллегами из Комсомольска, Хабаровский, перевозчики решили поднять стоимость проезда на одном из самых загруженных маршрутов. В 25-м объявления об этом появились в салонах автобусов. О желании увеличить плату заявили и другие коммерсанты. Репортаж Марии Ежевской. Скачок на 5 рублей. Перевозчики планируют поднять стоимость проезда в общественном транспорте. Объявления об этом появились в некоторых хабаровских автобусах. Уже с 1 февраля платить придется не 25, а 30 рублей. Для меня, да, много. А потому что на пенсии. Видите, все дорожает. Дорожает все. И этот уже должен подорожать. Но ценник поднимут не все. Стоимость проезда в муниципальном транспорте пока останется прежней. Здесь тарифы регулируют правительство. Цену назначают один раз в год и меняться она не может. Коммерческих перевозчиков никто не ограничивает. До 1 августа 7 месяцев у нас в регулируемом секторе цена останется неизвенной. Что касается перевозчиков, которые сами определяют величину тарифа, ну здесь как бы тоже влияние только рынок, как формируется цена. Объявление о новой цене за проезд жители уже заметили в автобусах номер 25, 34 и 56. Частично эти маршруты обслуживает группа компаний «Пять звезд». Там говорят, что возить горожан за 25 рублей стало невыгодно. Затраты постоянно растут. Рост затрат связан с ростом топлива, основная наша составляющая. Подъем НДС на 2%. Это все наши поставщики автоматом на 2% подняли цены. То есть есть определенное неповышение пассажиропотока и тенденция к снижению пассажиропотока есть. Связано в первую очередь с увеличением частного транспорта на улицах города Хабаровска. Такая сложная схема в тарифах для обычного горожанина обернется неразберихой. К примеру, 25 маршрут обслуживают 32 муниципальных автобуса и 10 коммерческих. И сколько стоит билет, пассажир узнает, лишь зайдя в транспортное средство. Ведь снаружи никаких объявлений о стоимости проезда нет. Вероятно, это не последнее повышение цены за проезд в этом году. Независимый союз перевозчиков Хабаровска, в который входит большинство транспортных компаний города, подсчитал, что рентабельным общественный транспорт станет при цене билета более 40 рублей.